Всем привет! Это Тостер. У нас, ну, как всегда, много интересного о домашней технике. Ну, потому что у нас реальные обзоры и тесты. И в том числе про кондиционеры. У нас довольно много видео. И вообще про климатическую технику есть отдельный целый плейлист. Посмотрите. Но мы же всегда стараемся найти что-то, ну, такое максимально интересное и полезное в контексте бытовой техники. Ну, чтобы реально было о чем рассказать. И сприт-системы Electrolux Enterprise, все самое главное, о которых мы постараемся обозначить вот в этом видео, они как раз такой случай. Довольно неожиданно начнем с энергопотребления. У нас в России вот эта тема с экономичностью вообще любой бытовой техники как-то не очень популярна. Считается, что, ну, электричество у нас довольно недорогое. Чего, мол, особо переживать? Ну, а экосознание, ну, то есть вот приверженность принципам разумного использования природных ресурсов в нашей стране, ну, увы, тоже не на самом высоком уровне. Это не только мое личное такое мнение. Я знаком с результатами нескольких таких, знаете, внутренних исследований, которые проводились производителями бытовой техники. И экономия энергоресурсов и электричества далеко не на первом месте среди важных для пользователей в нашей стране характеристик техники. Ну, вот так. Но в случае с кондиционером все строится несколько по-другому. Он ведь, ну, не стиральная машина явно, да? Летом, когда жарко, кондиционер, ну, может работать сутками, причем не только днем, но и ночью. Лето, кстати, бывает еще и прохладным. Или, знаете, межсезонье, когда нет уже или еще отопления. И тогда кондиционер может довольно длительное время работать на обогрев. В общем, энергозатраты тут могут быть такими значительными. Тем более, если это, ну, не просто одна сплит-система в квартире, а пара-тройка или даже больше, если это, например, частный дом. К чему я это все? К тому, что сплит-система Electrolux Enterprise, имея современный инверторный компрессор, ну, и другие технологические такие продвинутые решения, о которых мы еще поговорим, могут похвастаться реально высочайшим классом энергоэффективности. Причем речь идет как о работе на охлаждение, так и на обогрев. Да, и раскрою страшную тайну. Что я имел в виду, говоря другие технологические продвинутые решения? Ну, потому что это все имеет прямое отношение к энергоэффективности. Дело в том, что в Electrolux Enterprise используется технология тепловой насос. Это особенно актуально в межсезонье как раз или зимой, если кондиционер, ну, используется для отопления, обогрева помещения. Если коротко, смысл в том, что для обогрева используется тепло окружающей среды. Даже в морозном воздухе за окном есть кинетическая энергия, которую можно, ну, использовать для отопления. Что и происходит. Энергия эта поглощается хладагентом. Его температура повышается, и он переходит из жидкого состояния в газообразное. Потом в компрессоре он сжимается, и температура его еще больше увеличивается. Дальше пары хладагента в теплообменнике внутреннего блока уже отдают тепло воздуху, ну, нагревая его. И потом уже охлажденный хладагент, не нужно его дополнительно охлаждать, поступает обратно во внешний блок, и цикл нагрев-охлаждения, он повторяется. Ну, и главное в том, что благодаря всему этому в режиме обогрева кондиционер с тепловым насосом, в частности Electrolux Enterprise, он расходует электроэнергию только на работу компрессора, двух вентиляторов, плат управления и кабеля обогрева поддона наружного блока. И вот в итоге, благодаря тепловому насосу, из потребляемого, например, киловатта электроэнергии, вырабатывается до 3 киловатт тепла, а обогрев зимой возможен даже при минус 25 за окном. Ну, и если вспомнить про охлаждение, это все же наиболее такая востребованная функция кондиционера, то тут температурный максимум плюс 50 за окном. Дальше материи уйдут полегче. Несколько слов про дизайн. Ну, потому что тут реально о нем подумали. Есть вариант черного цвета, есть белого, но дело еще в такой прокачанной лаконичности формы. Вот эти еще декоративные элементы по бокам, такая матовая передняя панель с эффектом плиссе. Благодаря ей, кстати, можно наблюдать интересный эффект. Цвет внутреннего блока может в зависимости от освещения, ну, немного меняться, переходя из черного, такой графитовый. Все это как бы подчеркивает общий дизайн-тренд. Ну, я бы назвал его технологичный смарт-минимализм. Эх, мне бы пресс-релиз записать с таким вот подходом к терминологии. Ну, и вот такой подход к дизайну, он дает возможность этим сплит-системам вписаться в интересные современные интерьеры и не портить их. Ну, и вообще, кондиционер смотрится дорого, что, ну, не для всех важно, но в целом, согласитесь, приятно. Ну, собственно, его и не отнесешь к бюджетным. Enterprise – это одна из топовых серий кондиционеров Electrolux. Реально современный кондиционер – это не только холод-тепло, это еще и технологии, ну, создания такого здорового микроклимата в помещении. И чистый воздух в этом плане, ну, весьма важен. Сразу скажу, ни один кондиционер не очищает воздух так же эффективно, как отдельный прибор, ну, очиститель воздуха. Но решения, которые улучшают качество воздуха, есть. В том числе, они реализованы в Electrolux Enterprise. Несколько слов о них. Начнем с генератора холодной плазмы. Это самое интересное. Это не просто ионизация. В отличие от нее, тут генерируются, ну, разнозаряженные ионы. Водорода положительно заряженные и кислорода отрицательно заряженные. Их взаимодействие друг с другом и с разными загрязнениями, которые есть в воздухе, это, там, вирусы, бактерии, споры грибков, плесени, пыльца и другие неприятные вещи, приводит к деактивации вот всех этих загрязнений. Запускаются процессы окисления, разрушения частиц загрязняющих воздух. Вместе с реализованным в этих сприт-системах обеззараживанием воздуха ультрафиолетом, это дает хорошие результаты в контексте создания такого комфортного реально микроклимата в помещении. Кстати, с запахами органического происхождения этот технологический тандем, скажем так, тоже борется. Нельзя не сказать и про несколько разновидностей воздушных фильтров, которые тут используются. Кроме классического фильтра против пыли, который защищает теплообменник внутреннего блока от загрязнений, ну и в определенной степени он препятствует, конечно, распространению пыли по помещению вместе с воздухом. Есть еще антиклещевой фильтр, каталитический, фотокаталитический, антибактериальный, катехиновый фильтр с сионами серебра. Все они способствуют очистке воздуха от различных загрязнений, что в итоге приводит к созданию здорового микроклимата в помещении. По основным режимам работы эти сплит-системы классика. Кроме охлаждения и обогрева, есть еще вентиляция без изменения температуры и осушение воздуха. Кстати, что касается влажности воздуха. Нельзя вот не отметить специальную опцию, которую в других кондиционерах, во всяком случае, в тех, которые мы снимали, я не видел. Речь об управлении влажностью. Не секрет, что при работе кондиционера в режиме охлаждения воздух становится суше. Так вот, тут можно выбрать нужную влажность воздуха в диапазоне от 40 до 80%. И при этом кондиционер дает возможность регулировки температуры установки нужной. Также нужную влажность можно установить в режиме осушения воздуха. А если включить авторежим управления влажностью, то кондиционер постарается поддерживать ее на уровне оптимальном для человека. Но тут, конечно, нужно понимать, что на достижение нужного уровня влажности могут влиять разные факторы. Температура воздуха, изначальная влажность в помещении. Помните, что у кондиционера все же другие задачи основные. Но круто, что о поддержании комфортной влажности воздуха тут подумали. Коротко про другие режимы и настройки. При включении опции автоматического поддержания выбранной температуры, кондиционер может комбинировать разные режимы работы и изменять скорость работы вентилятора. Пользователь, конечно, может и сам регулировать интенсивность охлаждения, меняя скорость воздушного потока. Доступны регулировки вертикальных и горизонтальных жалюзи с пульта дистанционного управления. Такой максимум удобства и комфорта в эксплуатации кондиционера. В режиме сон создаются условия для комфортного, опять же, отдыха. Кондиционер работает очень тихо. Скорость вентилятора минимальная, плюс небольшие на пару градусов корректировки температуры для здорового сна. Причем тут еще можно эти корректировки внутри самого режима откорректировать, чтобы создать именно для себя такой идеальный сонный режим. Чтобы воздух равномерно распределялся по помещению, а не шел из кондиционера потоком в одну сторону, в Electrolux Enterprise реализовано автоматическое его распределение, как говорится, на все четыре стороны. Потоки разводятся. У маркетологов это умение кондиционера получило название... Ну, правильно, 4D-поток, конечно. Все режимы работы, настройки и функции активируются при помощи такого вот лаконичного черного цвета, удобного, вполне с большим экраном, пульта дистанционного управления. Ну, реально, ничего лишнего в нем, но есть все, что нужно. Кстати, в пульте еще датчик температуры. Если активировать вот с пульта функцию iFill, то кондиционер будет ориентироваться на данные этого датчика, что дает более точный контроль температуры в помещении и, соответственно, корректирует работу кондиционера. Любая бытовая техника нуждается в периодическом обслуживании. Так она прослужит максимально долго. И кондиционер, конечно, не исключение. Ну, все знают, что периодически надо чистить вот противопулевой фильтр. Это сам пользователь, ну, вполне может сделать. А еще у современных кондиционеров есть технологии самоочистки. Например, здесь, в этой сплит-системе, можно эту функцию активировать. И в процессе теплообменник внутреннего блока будет попеременно охлаждаться и нагреваться. Конденсат с загрязнениями будет уходить в дренаж. Плюс просушка теплообменника. Итак, я рассказал главное об Electrolux Enterprise. Реально интересных современных сплит-системах с инверторным компрессором и тепловым насосом, что серьезно прокачивает их энергоэффективность. Простыми словами, снижает потребление электроэнергии, что в случае с кондиционером может быть, ну, весьма актуально. Кроме того, работа на обогрев при минус 25 градусах за окном, на охлаждение при плюс 50, тоже стоящие внимания показатели. Плюс современный дизайн, вот этот черный кондиционер, который мы снимаем, он, ну, реально красивый. Плюс полезные технологии очистки воздуха. Плюс широкий набор функций. Есть и базовые режимы, и функции, ну, более продвинутые. Такие, например, как возможность регулировать уровень влажности вот в помещении. Навигация по видео есть. Всегда можно вернуться к любому пункту или технологии. Высказывайтесь, кстати, в комментариях, как вам эта сплит-система. Хотели бы такую? И вообще делитесь опытом эксплуатации кондиционера. Да, важный момент. В серии Enterprise 4 модели разной мощности, рассчитанных на помещения разной площади. Хорошая такая вариативность в этом плане. Все полезные ссылки внизу в описании. И еще важное. Гарантия на сплит-системы Electrolux Enterprise не год и не два, а пять лет. То есть даже в нынешних условиях вы получаете, ну, такую вот немаленькую гарантию, что вообще-то круто. Это тостер. Мы не делаем из домашней техники сенсации. Мы просто рассказываем о том, как она реально работает и какая от нее нам с вами реальная польза. Подписывайтесь на канал, делитесь видео со всеми заинтересованными в теме. Заходите еще на тостер.ру. Есть мы на Яндекс.Дзене, в Телеграме и в соцсетях. Там не только наши видео, но и много другого интересного о доме и быте. До новых обзоров и тестов. Пока!